Здравствуйте! Приглашаем вас вместе с нами подвести очередные итоги недели. Она вышла насыщенной на масштабные события. Стартовал и завершился молодежный форум «Острова», а в Смирных педагоги провели традиционные августовские чтения. Тем временем на Курилах задаются вопросом, как суметь принять всех желающих туристов. В общем, давайте, как всегда, обо всем по порядку. С вами Данил Пуршуков. Мы начинаем. Мне нравится заниматься робототехникой, потому что это все, нет, это познавательно, интересно и пригодится в будущем. Золотой стандарт в образовании «Что нового» ждет сахалинских школьников с 1 сентября. Мы можем чем-то помочь и на самом деле принести пользу. Подвели итоги. В Южно-Сахалинске прошел Всероссийский молодежный форум «Острова-2022». Какой ты деда шум! Экстремально и с душой проект «Краеведы» добрался до Шикотана, где сейчас настоящий туристический бум. Справляется ли местная индустрия? Минувшая неделя была богатой на события. Давайте познакомимся с самыми важными. Вашему вниманию традиционный дайджест. Коротко о том, что происходило на Сахалине и Курилах. Не будем затягивать и перейдем к новостям. На Сахалине открыли Международный военно-технический форум «Армия-2022». Впервые здесь демонстрируют береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Вальс» в исполнении боевых танков Т-80. Форум пройдет на двух площадках. Основная – аэродром «Пушистый» в Корсаковском районе, а дополнительная – развернутая у исторического парка «Россия. Моя история» в Южно-Сахалинске. Форум проходит с 19 по 21 августа. 20 числа на аэродроме «Пушистый» состоится экстремальный забег «Сахалинский рубеж». А на следующий день – конкурс «Автоледи». Сахалинские предприятия смогут взять льготные инвестиционные кредиты по ставкам от 3 до 4,5%. Это стало возможно благодаря работе областного правительства с российской корпорацией малого и среднего предпринимательства. Сумма займа стартует от 50 миллионов рублей, их выдают на срок до 10 лет. Воспользоваться льготным кредитованием смогут предприятия, обрабатывающего производство, переработки, сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса. Российское министерство экономики выделит 50 миллиардов рублей для реализации этой программы. В Южно-Сахалинске обустраивают сквер памяти защитников правопорядка. К 1 октября новое общественное пространство откроют на пересечении улицы Горького и проспекта Победы. Ход благоустройства проинспектировал губернатор Валерий Лимаренко вместе с мэром Южно-Сахалинска Сергеем Натсадиным. В сквере будет установлен мемориальный знак в память о полицейских погибших при исполнении служебного долга. Сохранят все зеленые насаждения, высадят новые кустарники и цветы. Чеховцентр вернулся к работе после летнего перерыва. Труппа обсудила планы на предстоящий сезон. 92-й откроют премьерой мюзикла «Алые паруса». Репетиции уже стартовали. Ввели в постановку и новых артистов. В этом году их трое. Двое приехали после учебы на материке. Планы на предстоящий год большие. Перед официальным открытием сезона зрителю покажут спектакль записки сумасшедшего. После «Алые паруса» и приступят к новогодней кампании. Кроме того, с труппой будут работать именитые московские режиссеры, которые также представят сахалинцам новой постановки. Цифровые технологии и классическое образование. Причем под классическим следует понимать образцовое. Именно к таким стандартам стремятся островные педагоги, которые участвовали в традиционных августовских чтениях. Местом действия стал поселок Смирных. Десятки учителей, экспертов и специалистов профильных министерств и ведомств три дня обсуждали текущую ситуацию в образовании, вызове, с которым оно столкнулось, и дальнейшие пути развития. Подробности выяснял наш корреспондент Даниил Пангстянов. Ему и слово. Уже второй год подряд школьников Смирных радуют новинками к началу учебного года. В прошлом в поселке открыли новую современную школу, а теперь здесь появился Центр цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». Лаборатории будут использовать в обучении физики, химии, биологии и для программ дополнительного образования. Торжественное открытие произошло на августовском педагогическом совещании, посвященном патриотическому воспитанию. В мероприятии участвовали педагоги, представители исполнительной, законодательной власти, эксперты в сфере образования, а также гости из Москвы и Хабаровска. К открытию «Точки роста» организаторы решили подойти креативно. Управлять дронами школьники научились заранее. Такие практические занятия помогают лучше понять уроки математики. Мне нравится заниматься робототехникой, потому что это все, нет, это познавательно, интересно и пригодится в будущем. Робот может управляться при помощи приложений на ноутбуке, или также он может работать с помощью приложений на телефоне, также он может работать с помощью джойстика. Роботы-манипуляторы способны не только захватывать предметы, их можно использовать для 3D-печати или рисования. Такая среда активизирует интерес к познанию и помогает школьникам заняться углубленным изучением естественно-научных дисциплин. Возможность работать с цифровыми лабораториями, которые позволят ребятам формировать такие умения, как анализировать информацию, проводить эксперименты с цифровыми датчиками, использовать это оборудование для проектно-исследовательской деятельности. Сейчас таких точек роста на островах больше 60, а до 1 сентября откроют еще 16. До 2024 года каждая школа, которая расположена в населенных пунктах сельских, либо в городских школах, население которых составляет ниже 50 тысяч населения, будет открыта такая точка роста в Сахалинской области. Приятный будет новый учебный год не только для школьников. Теперь учителя должны будут ввести на бумаге лишь рабочую программу и классный журнал. С 1 сентября этого года у учителей будет меньше бумажной работы. Государственная дума России приняла закон о электронном документообороте. Одним из примеров этого может служить вот этот информационный киоск, где уже находится программа августовских педагогических чтений. Освободившееся время пойдет на обучение и воспитание детей. Это должно стать подспорьем выполнения задачи, которую поставил перед педагогами президент России Владимир Путин – войти в десятку лучших стран мира по школьному образованию. Запланированы и другие новшества. Стартует проект «Разговор о важном», где как раз дети вместе с классным руководителем будут обсуждать все эти важные задачи, все эти важные события, все эти важные мероприятия, которые проходят и у нас в стране. И 5 сентября – это тема «День знаний» и «Россия – страна возможностей». То есть все те возможности, которые на сегодняшний момент есть у нашего подрастающего поколения для реализации. На совещании также подняли вопрос о едином образовательном и воспитательном пространстве страны и общем содержании учебных программ. Например, по истории. Участники конференции обратили внимание, что Великую Отечественную изучают только в 10 классе. По их мнению, знакомство с этой важной темой нужно начинать раньше. Кроме того, в некоторых программах детям не рассказывают о знаковых событиях этого судьбоносного периода. Поэтому участники дискуссии приветствовали ведение общих подходов и стандартов в образовательном процессе. Единая база знаний избавит от стресса и тех детей, которые переходят из одной школы в другую. Перестраиваться на новые учебники им больше не придется. А для развития патриотизма с 1 сентября в каждой школе Сахалинской области учебная неделя будет начинаться с исполнения гимна и выноса государственного флага. Данил Пангстянов, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. Острова закончились и да здравствуют острова. Традиционный молодежный форум в этот раз собрал на Сахалине полтысячи человек со всей страны. Все как один. Молодые, амбициозные и готовы решать даже самые сложные задачи в своих проектах. На протяжении недели молодые люди общались, узнавали проблемы региона и изучали его достопримечательности, чтобы предложить свои идеи и видение того, как повысить привлекательность Сахалина. Моя коллега Анастасия Красова погрузилась в тему и узнала подробности на целый специальный репортаж. А нам остается его посмотреть. На Сахалине стартовал Всероссийский молодежный форум «Острова». Участники уже зарядились позитивной энергией и готовы к продуктивной работе. Буквально через несколько минут здесь начнется торжественная церемония открытия. Так стартовали в этом году «Острова». Традиционный форум объединил 500 молодых людей из разных регионов России. В этом году, как и в прошлом, юноши и девушки работали по трем направлениям. Это «Острова гостеприимства», «Острова будущего» и «Острова развития». Молодежь предлагала свои идеи, как сделать жизнь на Сахалине и Курилах комфортнее и интереснее. А перед тем, как провести масштабные открытия, пришлось потрудиться. За неделю до начала волонтеры приехали в областную столицу, чтобы пройти обучение. В этом году здесь трудились активисты из разных уголков России. Возрастной диапазон стал шире по сравнению с прошлым форумом. Самым младшим 16 лет. Работал и отряд серебряных волонтеров. Лично я участвовала в позапрошлом году. Это было настолько эмоционально, настолько заряжает молодежь. Это такие знакомства. Мне очень было радостно, что я могла поделиться о своей родине. Я родилась и выросла на Сахалине. Мне было очень радостно рассказать молодежи, поделиться своими впечатлениями о своей области, рассказать. Обучение волонтеров проходило в арт-резиденции «Маяк», где организаторы создали все условия для насыщенного учебного процесса. А для творческого настроения в качестве разминки проводили танцевальные паузы. Заявок от желающих поработать добровольцами на всероссийском молодежном слете «Острова-2022» поступило почти четыре сотни. Они пришли практически отовсюду. Первичный отбор прошли всего 136, и только 75 из них получили возможность стать частью форума. И по традиции для всех гостей мероприятия устроили концерт. Игорь Генко узнал об островах, когда был в Хабаровском крае в молодежном центре. Студенту предложили поучаствовать, и он согласился. Как и многим другим, молодому человеку понравилось обучение, особенно уроки психологии. Эти знания в дальнейшем можно будет применять и в обычной жизни. Игорь стал волонтером три года назад, и «Острова» для него первый большой форум. Корейские барабанщики давно стали визитной карточкой Сахалина. Работы на открытии форума, они заряжали энергией всех зрителей концерта. Первый день островов завершили большим праздником в городском парке. На стадионе «Космос» собрались сотни людей со всей страны. Концепцию форума в этот раз решили изменить. Все участники, которые приехали на острова с готовыми грантовыми проектами, защитили их еще до официального старта. Организаторы сделали это, чтобы отобрать лучшие работы и назвать победителей на церемонии закрытия. Как любой проект, как любой продукт, форум «Острова» также изменяется ежегодно. Все лучшее сохраняется, все то, что так или иначе не отвечает нашим требованиям, трансформируется, ищутся новые форматы, ищутся новые пути решения. И в этом году тот же грантовый конкурс мы решили попробовать провести по-новому. И сегодня мы уже понимаем, кто получит действительно грантовую поддержку от Федерального агентства по делам молодежи, кто вынужден будет улучшить свою заявку и претендовать снова на получение поддержки. Местом для защиты проектов выбрали арт-резиденцию «Маяк». С самого утра участники готовились выступить перед экспертной группой. По регламенту у каждого есть всего три минуты, чтобы рассказать о своей идее. Судьи ее оценивают по нескольким критериям, главный из которых – социальная значимость. Лучшие работы могут получить грантовую поддержку от 5 тысяч до полутора миллионов рублей. В этом году на конкурс поступило более 110 заявок. Еще до очной защиты стартовал предварительный отбор на соответствие всем условиям. Его прошли более 70 участников. И сегодня те, кто прошел этот отбор, будут защищать свои проектные инициативы перед экспертными комиссиями. На форуме работают две экспертные комиссии по три эксперта. Каждый эксперт компетентен в этой области и может поставить баллы от 1 до 10 по каждому критерию. Илькям Ахмерова – клинический психолог. Больше 8 лет занимается с детьми, возможности здоровья которых ограничены. Девушка захотела поделиться своим опытом с молодыми специалистами островного региона. Она разработала свой проект и подала заявку на участие в форуме. Наш грант направлен на оказание качественной помощи в планах диагностики, коррекции, психологической помощи детям, родителям и специалистам. Мы видим несколько путей решения. Это электронные методические пособия по диагностике и коррекции нарушения развития. Это лекции и индивидуальное психологическое консультирование родителей. Благодаря современным технологиям мы думаем, что сможем хорошо выполнить те или иные задачи, благодаря даже на удаленном форуме. Раз, два, три! Раз, два! Фестиваль авторской музыки «На высоте» – очередное творческое мероприятие участников форума провели на горном воздухе. Пообщаться с активной молодежью пришел и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Участники мероприятия придумали новый слоган для «Островов-2022». Молодые люди уверены, что такую кричалку сможет запомнить каждый. Евгения Сергеевская давно мечтала попасть на форум, но все не получалось. В этом году, узнав про субсидированные билеты, без раздумий, приехала из Пскова в Южно-Сахалинск. «Эмоции только самые лучшие, мне все нравится. Я пою в автобусе, я пою на улице, я везде проявляю активность и стараюсь как можно больше получить удовольствие от этого форума. Я приехала без гранта, я лишь только его планирую написать. Надеюсь, в следующем году на форум я приеду с грантом». После насыщенного вечера снова к обучению. Сразу в нескольких точках Южно-Сахалинска у юноши и девушек кипела работа по направлениям. Кто-то узнавал, как технологии и искусство влияют на восприятие информации, а кто-то обсуждал, что можно сделать, чтобы повысить туристическую привлекательность региона. Екатерина Виндженко учится на четвертом курсе Международно-правового факультета МГИМО. Для нее это не первый масштабный форум, но различия в организации мероприятий она заметила с первых дней. Девушка интересуется вопросом развития северных территорий, а именно арктической зоны России. На островах надеется принять опыт Дальнего Востока. Многие идеи я перенимаю и конспектирую, записываю и очень надеюсь, что смогу применить это в своей деятельности, передать студентам, научить новым методикам развития территории. И очень рада быть здесь, обсуждать такие важные вопросы, встречаться с людьми, которые могут дать практические советы. То есть мы здесь получаем не теоретические лекции, а мастер-классы, работу в группе, вырабатываем стратегические решения. В «Маяке» участникам рассказали, как можно подать нужную информацию, грамотно зашифровав ее в художественных произведениях. Отравление, победа, спасение. Возвращение. И даже любовь там. Кто это был? Москвичка Анна Морозова узнала про сахалинское мероприятие на открытии форума Росмолодежи. Именно на острове девушка нашла команду единомышленников, которые вместе с ней готовы начать стартап. До последнего не верила в целом, что я сюда поеду, потому что изначально я попала в резерв. И была просто на чемоданах. Я ожидала вот этого письма счастья. Оно пришло где-то за две недели. Я не сразу начала сборы, потому что у меня было очень много работы. Собиралась в последний день. Не знала, что с собой взять. Тут дожди, то тепло, все разные пишут. Я набрала с собой купальников и курток зимних. В последний день форума для участников организовали масштабный концерт, на котором подвели итоги грантового конкурса от Росмолодежи, который проходил в рамках слета. Общая сумма на реализацию проектов составила 6 миллионов рублей. Из них больше миллиона останется в Сахалинской области. Три проекта от местных участников получили поддержку экспертного жюри. Региональное агентство по делам молодежи уже думает, как провести следующий всероссийский слет. Мы каждый год получаем от ребят обратную связь. Темы следующего года, конечно, останутся секретами вплоть до начала набора. Но уже сегодня мы начинаем проектировать с модераторами, с волонтерами, с активными участниками форума, что же мы будем делать в следующем году. Те, кстати, проекты сахалинские, которые выиграли сегодня грантовый конкурс Росмолодежи, они станут прологом островов 2023 года. Весь вечер перед форумчанами выступали местные творческие коллективы, чтобы память о Сахалине у участников слета сохранилась на долгие годы. Как минимум до следующего форума. Анастасия Красова, Дмитрий Клировский, Павел Соловьев, телекомпания ОТВ. Это еще не все. На сегодня увидимся во второй части нашего выпуска. Сахалинский институт железнодорожного транспорта объявляет набор на технические, экономические, гуманитарные специальности и направления. В активе заведения сильнейший преподавательский состав, практика в ведущих компаниях и государственных учреждениях области, а также прекрасно оснащенная учебная база и возможность вести научную деятельность на самом высоком уровне. По окончании выдается диплом государственного образца. Гибкая система скидок. Ребят ждет насыщенная и яркая студенческая жизнь. Поступай правильно. Поступай в Сахалинский институт железнодорожного транспорта. На этой неделе обращений в Центр управления регионом было заметно меньше, чем на прошлой. Мы, как всегда, переорваем данными с минувшей пятницы по четверг. Не будем откладывать долгий ящик. Наша статистическая рубрика «О чем говорят острова» уже спешит в эфир. Пора узнать, чей голос оказался громче. Итак, всего в Центр поступило 319 обращений. Вконтакте вторую неделю подряд удерживает за собой второе же место. Символично, не правда ли? Лидер, как и всегда, телеграмм. На его счету сразу 176 сообщений. У бронзового призера одноклассников только 63 обращения. В списке главных тем благоустройство вернулось на второе место, с чем мы его и поздравляем. На первом остаются дороги. Замыкают тройку с ЖКХ. А в пятерку также пробилась социальная сфера и общественный транспорт. Так что там с дорогами? Тут традиции чтут свято. Больше всего обращений связано с их ремонтом. Остальные позиции набирают заметно меньше голосов. Кому-то нужны новые трассы, кто-то жалуется на подтопление проезжей части, на ямы и выбоины. А также просят организовать ливневки. В благоустройстве спектр вопросов иной. Большинство обращений связано с общественными пространствами. И еще просят привести в порядок дворы. Сетуют из-за отсутствия детских площадок и разрушения пешеходных дорожек. А еще просят прибрать те или иные территории. Что же до других тем обращений, то здесь жители Сахалинской области задают вопросы, связанные с топливом, медициной, образованием. Есть обращения по мусору и безопасности. Поговорим о самых ответственных ведомствах и муниципалитетах. Впереди всех по числу отработанных обращений. Южно-Сахалинск. Отрыв от остальных серьезный. На втором месте Корсаков. Третье в этот раз за областным Минздравом. В пятерку также попали Долинск и региональный Минтранс. Что ж, нам остается продолжать следить за работой центра, где обещают поделиться данными о предстоящей неделе. И только от вас зависит, какие темы в этот раз попадут в топ. Финансовый рынок переживает не лучшие времена? Биржу время от времени лихорадит и уследить за курсами не получается? У нас есть ответ на вопрос, куда инвестировать средства. И ответ этот – курилы. Только с начала года туристический поток на острова Гриды вырос на 20%. И некоторые готовы отдать даже 300 тысяч рублей за поездку на далекие острова на рубеже Охотского моря и Тихого океана. А вот справляется ли с таким потоком местный сервис? И какие ниши еще пустуют? Расскажет ведущая проекта краеведа Екатерина Федорова. За час до отбытия пассажиры теплохода «Адмирал Невельской» уже собрались на палубе. Погода обещает быть хорошей, а значит их переход на курилы будет не только комфортным, но и красивым. Ольга Геберт пролетела половину Евразии, чтобы еще раз увидеть и Туруп. Сейчас женщина живет в Германии, но детство прошло в островном военном городке. Спустя 50 лет она решила вернуться, посмотреть на родные края. Школа была у нас хорошая. Это как раз было в заливе Касатка, поселок Бурелесник. Насколько я знаю, сейчас там никто не живет. На этом заброшен военный аэродом. А это было очень хорошее общество людей, которые очень хорошо держались друг за другом. Время было замечательное. Адмирал Невельской этим летом невероятно востребованный теплоход, как и его партнеры по маршруту Игорь Фархудинов и Павел Леонов. Туристический поток на Курилы в этом году вырос примерно на 20%. Среди пассажиров в основном жители западных регионов страны. У меня тур. И в этот раз я его брала в марте, потому что в мае было уже бесполезно. Не было билетов. Я надеюсь, что там пока еще нет застройки, нет соответственной инфраструктуры. И поэтому он будет наиболее диким и таким же предоставленным, каким он был когда-то. Туры на Курилы сегодня предлагают на любой вкус. Туриста называют цены от 160 до 300 тысяч рублей. Но есть и те, кто просто купил билеты на теплоход и забронировал номера в гостиницах. Такому турпотоку рады и местные жители. Для них он открывает новые возможности. Транспорта стало больше, вертолет стал чаще летать, два судна появилось дополнительных. Пассажиропоток увеличился втрое, получается. Конечно же стало лучше. Но и в то же время сразу же туристов появилось много. До этого их не было, вообще не было. Допустим, я купил билет на данное судно буквально два дня назад. Как бы был билет, я купил. То есть никаких сложностей не возникло. На шикотане туристы чувствуют себя в полной безопасности. На острове ни змей, ни медведей. Но в этом году погода капризная. Как говорят местные жители, от влажности вырастают жабры. С погодой не повезло. Погода немножечко такая была туманная. Но в целом первому дню я бы поставила уверенную тройку. А вот второй, мне кажется, на четыре с половиной точно затянул. Ну, на просто первый день у нас было все в тумане. Видимость там примерно метр. Мы приезжаем, мы в бухте видим кромку воды и камушки. Главная проблема выросшего турпотока на Шикотане – отсутствие сервиса. На острове в этом году появилась вполне столичная кофейня. А вот с гостиницами все еще не так хорошо. Сегодня главная задача – это, конечно, строительство коллективных средств размещения. Гостиниц, где туристы могут останавливаться. Это, наверное, главный сдерживающий фактор для того, чтобы туристический поток был еще больше. Ну, и вы знаете, многие местные жители переориентировались к динамично меняющемуся рынку. И стали туроператорами, стали гидами, стали водителями. Сдают свои квартиры для размещения туристов. Это тоже не может не радовать. Сейчас главная задача, наверное, их как-то легализовать. Для того, чтобы они приносили еще, в общем-то, свой вклад в экономику нашего региона. В числе туристов на Шикотане в самый пик сезона побывала и съемочная группа проекта ОТВ «Сахалин Краеведы». Ведущие прогулялись до знаменитого мыса «Крайсвета», оценили местный гостиничный сервис и разведали цены в магазинах. А среди экстремального прошлись на сапсерфе между скал в одной из бухт Тихого океана. Про Шикотан Краеведы подробно расскажут 26 августа. Не пропустите. Екатерина Федорова, Максим Чернобровкин, телекомпания ОТВ. Вот уже почти полчаса ничего не слышно о Владимире Ильине. А ведь он старался. Готовил для вас свежий выпуск обзора новостей из социальных сетей. Так не дадим же материалу пропасть ни слова больше. Прямо сейчас и только для вас. Смотрим. В Южно-Сахалинске поймали подозреваемых в нападении на пожилую женщину в автобусе. Ролик с происшествием в общественном транспорте всколыхнул островные соцсети. Нарушители признались содеянным. Видео с извинениями набрало почти 5000 просмотров. Мы начали ругаться сюда с ней. И, в общем, я ее как бы толкнул, плюнул на нее, как бы, приношу свои, ну, как бы, толкнул, да, и приношу свои извинения больше, чтобы он не повторился. Как минимум штраф и арест на 15 суток потребовал один из пользователей соцсетей в комментарии. А вот этот гражданин ни на кого не нападал. Однако вел себя довольно угрожающе. Размахивал горбушей в центре Южно-Сахалинска. Ролик набрал несколько тысяч просмотров в одном из островных телеграм-каналов. Кстати, о горбуши. Достать ее у мужчины проблем, видимо, не возникло. Реки переполнены рыбой. Один из роликов тому подтверждение. «Бери, не хочу рыбу». Подъехал самочек, пяток дернул и домой. Автор решил не раскрывать место съемок. Ну и напоследок кадры, покорившие сердца островных пользователей. Группа туристов по пути на маяк Анива встретила косаток. Завораживает. Немного попозировав на камеру, морские обитатели удалились по своим делам. И мне, пожалуй, пора. Это был обзор популярных в социальных сетях новостей. Меня зовут Владимир Ильин. До встречи. Мы постарались собрать для вас самые яркие события ушедшей недели. Однако, разумеется, их было гораздо больше. От недостатка информации вас избавит сайт нашего агентства «Сахалин Курил». Расположены по адресу сах.онлайн. Рекомендуем заглянуть туда за полной картиной. С вами был Данил Паршуков. Всего доброго. Данил Паршуков. Помогут оформить документы в суд. Женщинам с детьми и будущим мамам, которым угрожает опасность, в том числе пострадавшим от бытового насилия, предоставят временное убежище в Доме милосердия благотворительного фонда «Радость жизни». Подробную информацию о помощи в трудной жизненной ситуации можно получить в Министерстве социальной защиты Сахалинской области. Ответственность за преступления террористической направленности. Организация и участие в деятельности террористической организации. От 10 лет до пожизненного лишения свободы. Финансирование терроризма и вербовка. От 5 лет до пожизненного лишения свободы. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Ее оправдание и пропаганда. До 7 лет лишения свободы. Не сообщил о преступлении террористической направленности, сел в тюрьму. Будьте бдительны, будьте осторожны. На фоне социальной неустроенности и материального неблагополучия в обществе активизируются радикальные группировки экстремистской направленности, пропагандирующие идеи национальной, расовой и религиозной нетерпимости. Они навязывают идеи экстремизма и используют представителей молодежи для реализации своих преступных самыслов. Это может выражаться в призывах к участию в осуществлении насилия, массовых беспорядках, акциях по нарушению общественного порядка. Не дай манипулировать собой, не подвергай опасности себя и своих близких. Знай, что за преступление экстремистской направленности предусмотрена административная и уголовная ответственность. Если вы обнаружили подозрительный предмет, не прикасайтесь к нему. Запомните время его обнаружения, оповестите окружающих об опасности, сообщите о находке по единому номеру вызова экстренных служб 112. Будьте бдительны, обращая внимание на подозрительные предметы и оперативно сообщая о них, вы можете предотвратить трагедию. Безопасность – дело общее. С 2014 года в России было зафиксировано более 15 преступлений с применением насилия в учебных заведениях несовершеннолетними. Станьте для вашего ребенка другом, с которым можно поделиться своими переживаниями без страха. Уделяйте больше внимания его проблемам и взаимоотношениям со сверстниками. Не все дети одинаково счастливы, но абсолютно каждый заслуживает нашего внимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok